всем доброго дня меня зовут виктория и вы на канале вяжем по схемам приглашаю вас на дискуссию давайте сегодня поговорим как же все таки нам вязать черную пряжу чтобы у нас не болели глаза вы сейчас видите такое слайд-шоу несколько фотографий близко далеко высокий низкий контраст и посмотрим мы с вами по рассуждаем как же все таки лучше вязать какой делать контраст чтобы хорошо видно были петли я сейчас показываю фотографии все 10 вариантов видите у меня черный фон и белый яркий синий и вот такой вот как бы приглушенный средний матовый контраст и как хорошо смотрится черная пряжа нам как нужно вязать чтобы наши глаза не болели сейчас мы рассмотрим первый вариант как когда я держу держу далеко от глаз черную пряжу принципе видеокамера это те же человеческие глаза да похоже на человеческий глаз только конечно глаз человека намного сложнее но принципы почти одни и те же вот у нас матовая поверхность я держу далеко и практически я не вижу черных петель то есть трудно вязать трудно что-то увидеть приходится вязать на ощупь и так это был первый вариант это вот на фоне доски такой далеко матовый средний контраст второй вариант я решила поднести поближе глазам свое вязание и конечно лучше освещается черные петли лучше их видно свет преломляется так что появляется как бы сероватые такие оттенки на черном фоне это номер два близко матовый средний контраст решила я положить белый лист бумаги и близко даже поднести вы видите насколько плохо видно практически черный сливается и не видно никаких петель никакого узора рисунка не видно несмотря на то что я даже близко это держу то есть не подходит белую ткань ложить на колени или на стол когда вы видите номер три близко высокий контраст ну и понятное дело что если даже я далеко отодвинул наше вязание я ничего не рассмотрю ничего увижу видите ничего видно но арочки то видно петли практически не видно номер 4 далеко высокий контраст следующий пятый номер средний контраст я держу далеко и у меня цветной фон по идее контраст средний но все равно сливается полотно далеко средний контраст номер 5 поднесу-ка я поближе и смотрим петли уже можно легче рассмотреть да уже видно более четко видно рисунок узор и это у нас шестой номер близко средний контраст но немножко сложно глазам потому что все такое яркое цветной почему бы не взять черный фон я взяла папку из кожзаменителя и положила ее подальше вот и держу вязание далеко то есть черный практически сливается несмотря на то что папка блестит то есть номер 7 далеко нет контраста блестящая поверхность но несмотря на это если поднести руки близко поближе к глазам хорошо видно то есть петли у нас хорошо освещены видите четко даже ворсинки все видны и черный контрастный фон у нас практически превращается в серый белые руки четко видно блестящий серый крючок на черном фоне и поэтому это тоже как бы неплохой вариант черный на черном казалось бы да это у нас номер 8 близко нет контраста блестящая поверхность а теперь возьмем матовую такую не тканую поверхность это у меня ткани с которой я хочу сшить сумку видите даже камера не фокусируется мутно лишь только вот в конце немножко подстроилась далеко средний матовый контраст ничего не видно если ближе поднести то в принципе неплохо освещается наши руки на фоне бежевом не так контрастно выглядит и поэтому не так как бы перед глазами мелькает нужно еще и вот это как бы не забывать да чтобы не уставали наши глазки номер 10 близко средний матовый контраст напишите пожалуйста в комментариях как вам кажется какой какой способ самый оптимальный каким способом лучше всего вязать чтобы не болели глаза не уставали так чтобы мы с удовольствием вязали черный цвет спасибо всем за комментарии